Запись пошла. Присутствует всего 12 человек, очно 2 человека, заочно 10 человек, в том числе 4 доктора науки по профилю рассматривания диссертации. Таким образом, к воруму есть в расчете открытый заседание. На повестке дня защиты диссертации бесчастного Виталия Александровича исследования показателей эффективности обслуживания практика в беспроводных мобильных сетях с нотаразными сегментами. Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.12.17 «Теоретические основы информатики». Научный руководитель, доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры предплодной информатики и террориальностей Гайдабанка Юлия Васильевна. Нет ли возражений по повестке дня? Возражений нет. Приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на капитре предплодной информатики и террориальностей РУД. Официальная оппонентка доктор физико-математических наук, Степанов Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, Арбомぐе Евгений Николаевич, доктор физико-математических наук, Моисеев Александрович Николаевич. Слово для оглашения документов, имеющихся гелесоискателя, предоставляется ученому СПДС Анастасии Вячеславовне Гигида. Слово для оглашения документов, имеющихся гелесоискателя, предоставляется ученым СПДС Анастасии Вячеславовне Гигида. Слово для оглашения документов, имеющихся гелесоискателя, предоставляется ученым СПДС Анастасии Вячеславовне Гигида. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Вопросов нет. Слово предоставляется в соискателе доклада. 20 минут вам. Пожалуйста, покажите свои документы перед докладом. Показывайте, нажмите кнопочку. Все, спасибо. Показывайте, уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета. Вашим вниманием предлагается докладом на диссертации на соискание ученых степени гелесоискателей физико-математических наук. На тему усердно показать эффективность отслуживания трафика беспроводных моделей на свидетательство. СПДС Анастасия Вячеславовне Гигида. Данная проблема может быть решена двумя способами. Первое – это эффективное использование уже имя учреждения этого ресурса. Это может быть использовано, реализовано за счет технологии наградостной передачи. Нахватит подсистемы беспроводной сети для строения мультимедийных услуг. Важным решением при этом является открытие мобильных пользователей на подгруппу мультимещания, что позволяет оптимизировать характеристики качества обслуживания. Второй подход заключается в использовании новых диапазонных частот и применении технологии «Новый радио», в качестве создав технологии пятого поколения. Поскольку данная система обладает высокой чувствительностью к условиям прямой видимости, важным решением здесь является адресная пробежка активных каналов с резервными базовыми станциями и переключение между основной базовой станцией в случае отсутствия прямой видимости. Перейдем к цели задачи МОТССР. Сформулируем задачи. Первое – это построение анализа модели перемещения пользователей в связи с многогадостной передачей для оптимизации параметров круглосвещения. Вторая задача заключается в построении модели обслуживания трафика анализа многогадостных соединений в высокочастотной сети. Из цели задачи МОТССР вытекает содержание на работе. В первой главе рассмотрены основные вероятностные модели обслуживания многогадостного трафика в беспромных сетях. Также рассмотрены основные методы анализа предложенных моделей. Во второй главе рассматривается модель перемещения пользователя для оптимизации параметров круглосвещения, производится очистительный анализ характеристик многогадостной передачи данных. В третьей главе рассматривается модель обслуживания адресных соединений в виде условной системы массового обслуживания с фазматиковым обслуживанием, а также производится очистительный анализ обслуживания однодресных соединений и многогадостных соединений методами инвестиционного доделания. При анализе моделей обслуживания многогадостных соединений использовались методы теории массового обслуживания, а также автоматические теории трафика. Существенный вклад в данный направлении внесли российские заблежные учёные, представленные данные в стадии. Перейдем к второй главе. На вторую главу я рассматриваю сотосети. В ней база станции помещена в центр. Вы можете видеть модель этой сети на рисунке А1. Замообслуживание разбито на S колец. Каждый кольцо соответствует некоторому индексу качества канала. Сами индексы качества канала определяются в удобной схеме модуляции тренирования. И индекс, в первую очередь, зависит от удаленности от базовой станции. Важной характеристикой при исследовании функционирования сетей является среднесуммарная сквозь передача данных. Для анализа в моей работе построена модель в виде сети массового обслуживания, в которой присутствует S кусков, который соответствует как индексу качества канала, также введены переходные вариантности А1 и П1 венуру условия. И это с последними условиями. Введена случайный процесс МАТ, где МАТ, это у нас число заявок в каждом из узлов монетариумны Т. В моей работе также введены утверждения. Первое — это утверждения о своей части попадания в каждой из узлов сети, а второе, вхождение приводится для расчета распределения вероятностей данной системы. У нас рассматривается задача оптимизации средней суммальной скорости передачи данных, которая основывается на следующей схеме. Данная схема основана на утверждении о том, что оптимальное успение может состоять либо из одной, либо из двух групп мотивовещания. Таким образом задача оптимизации сводится к поиску храницы между двумя группами мотивовещания. В случае, если у нас выбирается одна группа мотивовещания, то сквозь этой группы определяется самопользовательность наиболее лучшим индексным качеством канала, то есть наиболее удаленным пользователям. В случае, если у нас есть предприятие на две, как показано на рисунке, то есть одна группа будет проведена с синей отружностью, в этом случае скорость в каждой из патруб будет определяться самым удаленным от базовой станции пользователям в группе. Для решения данной оптимизации задачи мной предложен алгоритм, который отличается низкой вычислительной сложностью, что актуально ввиду того, что у базовой станции культической системы на принятие решения о перспективе ресурсов отводится 10 миллисекунд. На слайде представлен численный анализ многодетной передачи. Численный анализ проведен для наиболее распространенных моделей решений, таких как ревифлайт и случайное облуждание. Также мы рассмотрим более реалистичный сценарий. Здесь рассматриваются устройства, которые могут переходить в выключенное состояние. То есть принятые находятся в сети не постоянно, а могут отключать свои устройства. Для моделирования выключенного состояния устройства вводится моревой кузов. Для данной системы также определенное утверждение для расчета средним числом попаданий в карты из узлов, но при этом распределение вероятности из предыдущей модели актуально и для данной более сложной моделью. Средний суммарный свойств передачи даток является одним из основных показателей эффективности функционирования сетей. Однако он обладает свойственность справедливости. Так он перераспределяет ресурсы от пользователей смены с плохим индексом качества канала в пользу хорошим индексом качества канала, при этом повышая общую пропускную способность сети. В пользу с плохим индексом качества канала при этом испытывают низкое качество обслуживания и возникает неиспроектность. Поэтому мы работаем на альтернативные целевые функции. Поставим на данном слайде. Данные целевые функции оцениваются с помощью индекса справедливости в GAME, известного мусора литературы индекса для оценки справедливости и продлился от изменения тех временных ресурсов. Здесь данный анализ показал, что среди представленных целевые функции нет ни одной универсальной, и выбор в пользу какой-либо одной из них должен являться на основе топологии и поведения пользы. Перейду к материалам третьих главных. Здесь рассматривается система, функционирующая в предметном диапазоне BEM-BOM, а именно система 3GP-нерейдера. Данные системы используют узконаправленные антеннные решетки и функционируют с качественным диапазоном. По этой причине они поддерживаются блокировкам прямой обидимости, в результате чего базовая станция должна либо увеличить средство ресурса для пробежания первой скорости передачи тага, либо перемучить пользователя на соседнем базовую станцию. В моей области поставлена модель сорта высокочастотной сети. В центре также находится банковая станция. Вы можете видеть данную сорту специально синим цветом. Данная область ее обслуживание разлина на две области. Это внутренний круг и внешнее кольцо. Во внутренней круге мощности базовой станции хватает для того, чтобы обслуживать пользователем оборудовании как в условиях прямой видимости, так и в условиях блокировки прямой видимости. Соня внешнего кольца при блокировке прямой видимости пользователем оборудовании на соседнюю резервную базовую станцию. Также отмечу, что в литературе широко известно, что длительность блокировки прямой видимости подвижными объектами, такими как люди или автомобили, хорошо опоксимируются с помощью эксплуатационных распределений. Для этого будет параметры TETA S 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 В моей модели пользователи предполагаются подвижными в отличие от приказов, которые могут перемещаться и все самым блокировки прямой видимости. В нашей модели используются любые модели ростового каньона. Главное любое для этой модели можно делать в том, что в случае блокировки прямой видимости происходит в материи мощности сигнала в пятнадцатых цепелках. Для анализа обслуживания анализа соединений высококачественных сетей на это должно быть в виде ресурсной системы массовой обслуживания в переменах требуемых ресурсов. Термин, как у вас на основании, является оба переменами и зависит от текущей массовой обслуживания. Для анализа обслуживания соответствует либо звони отслуживания внутреннему кругу, например, или местному кольцу, а также условия прямой видимости. Для данной системы видена система поравнений равновесия, однако магические выражения для этой системы получить невозможно. По этой причине мы предложим алгоритмом расчетов вероятных характеристик, основания на методе создавали сложные системы обслуживания одновременно на адресах многодесных сессий. У нас была разработана инновационная модель. в данной программной комнате будет удобно написана на языке программирования Python и в основе своей имеет принципы предоставляется для анализа обслуживания 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 мы выполняем численный анализ для реальных данных справок. Мы рассмотрим другие услуги, как видео, аудио, файлы, веб, соцсети и веб несовершеннолетних действий. Все эти услуги предоставляются в режиме анализной передачи, однако также в режиме анализной передачи. Мы рассмотрим те же характеристики и вероятность спроса на адресных сессий и среди адресных забросов базовой станции. Данный адресных достроен для зависимости от доли на адресных соединений в структуре отходящего трафика. Здесь вы можете видеть на рисунке 3.8, что вероятность спроса на адресных соединений гораздо ниже, чем вероятность спроса гораздо ниже, чем вероятность спроса для услуги видео на адресном режиме, показанного в инфекциях. Это свидетельство высокой надежности на адресных соединений из-за так называемого явного резервирования ресурса. Далее у меня наставили по адресному населенному насчету, также наученные знамые работы и основные результаты. на церковь на адресных соединениях Даграма я pudил на вашу вопрос Большое спасибо Даграма Будут ли вопросы с эстетиками? У меня вопрос Грики Сергеевич Да, да пожалуйста Спасибо. Спасибо. Вот на кладбище «Вернад», когда вы его показывали, было какое-то отмечание, что наблюдается сетка явного резервирования республика в дальнейшем мультимещании. То есть по отмечанию явного резервирования, что такое? Давайте рассмотрим еще раз рисунок 3.8, которые показывают, обратим внимание на ответы «Вернад». Это видеоблогадостные и видеоблогадостные режимы. Это диалетовая и круглой пункте. Мы видим, что в основном доле адаптации сильней блокировка стоит в том, в том случае, но при этом потери данного адаптации сильней остаются существенно ниже. «Вернад». Этот контент заключается в самом принципе многогадостной передаче. Так, первая заявка, поступившая на предоставление многогадостного видео, занимает некоторый ресурс, и удерживает его до прихода следующей заявки. В том числе, свои заявки также ставят на тот же самый ресурс, и таким образом захватывают некоторую долю ресурса. Именно такое поведение многогадостных соединений объясняет агрессивность. И в моих текущих исследованиях с профессором Ранити из университета медицинского тренера университета Лаприя мы как раз сейчас рассматриваем механизм балансировки ресурсов между многогадостными и однодостными соединениями для того, чтобы защитить однодостные соединения от агрессивного. У меня еще вопрос. У меня еще вопрос. Привязывайте. Я сам Сопинова Сергеевич, доцентка оперативной информации в СВД. У меня вопрос по слайду номер 12, кажется. Поэтому? Значит, подпись сумка 3,2. Выясните, пожалуйста, как вы выглядели движение 1,5? Как я уже отмечал ранее, пользователи в данной модели полагаются неподвижными, но при этом подвижными являются препятствия. Так препятствия, следуя траекторами своих движений, могут перекрывать видимость между базовой станцией и обслуживаемым устройством. Возникает эффект радиотени для обслуживаемого устройства и возникает эффект блокировки прямой видимости. Данная блокировка длится до тех пор, пока препятствие не покинет линию прямой видимости. Стоит отметить, что длительность блокировки в моей модели модели моделируется с помощью экспоненциального значения величин с параметром θ. Это МПЛПС. Спасибо. Буду вытворены ответственно. Спасибо. Спасибо. Умного права. Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? Есть? Да, пожалуйста. Так что, Грошуевский, Юрий Кады, Илья Петровичев? Какие вопросы? Пожалуйста, Горький, Юрий Кады Вор faster than this. Не могли бы вы прокомментировать оба рисунка вот в таком качестве? Если мы посмотрим на долю графика артистской соединений, которая отложена по горизонтальному оси, то видим, что все кривые вероятностей на первом ресурсе и доме используемого ресурса на столовой ресурсе, они в общем-то монаторно возрастают с увеличением доли графика. Кроме одного, кроме видео, которое имеет много плюсов массы, не можете качественно обучить, почему массы, потому что там не продолжает все рост. Все дело в том, что с основным долей от натексных соединений, вы можете видеть это на ресурсе 3,9, так же придется общая загрузка системы. Однако, примерно в точке нагляда максимума, это примерно 0,3, в данной точке наглядается падение той занимаемой ресурсом многоградостным соединением. Это выясняется тем, что многоградостные соединения становятся достаточно мало для того, чтобы они как раз не возникали эффекта захвата ресурса. И таким образом они уступают свой ресурс однодоростным соединениям. Не возникает такого эффекта для других кривой. Все остальные кривой построены также для аналитических соединений. Немного как раз этим эффектом, просто захвата ресурсов и объясняется данная кардения кривой. Юрий Николаевич, вы дурультерамерку? Спасибо. Есть еще вопросы к соискателю? Больше вопросов нет. Формально мы должны сделать технический перерыв на 4 минуты, но с вашего позволения мы пройдем далее. Слово предоставляется научному руководителю соискателя Юрию Васильевну Гайдамаке. Пожалуйста, Юрия Васильевна. Красиво. Виталий перешел на мое руководство полтора года назад, а перед этим его руководителем был профессор Сануев. В его научной группе Виталий успел сделать публикации с Ириной Кочевковой, с Баломобайом, то есть уже тогда работали достаточно интенсивно. Теперь опережем моего руководителя. Начнулся результат. Виталий завершил огромную работу досрочно, а числой уровень публикации ее результат превосходит принимание уровень требований данных людей. Виталий принял себя грамотным логированным специалистом, имеющим широкий профессиональный кругозор. Он показал высокую активность и заинтересованность достижения результата. Придемострировал при этом отличное владение современным математическим аппаратом и умение применять теоретические результаты при проведении численных экспериментов. Прекрасно программировал документационные модели из главы 3 представляют такой достаточно сложный программный публикации. Уже то, что в своей работе Виталий поднял важную и весьма сложную проблематику, обслуживание двухпроводных сетях в тракторных адресах и передачах. Говорят о высокой квалификации зрелости как научного работника. Должны отметить высокий языковой уровень Виталий, который позволяет ему вести работу с источником на иностранном языке и предоставлять результаты на научных конференциях. Последние конференции PIMRC – это высокого уровня конференции ОУЖДИ. В прошлом году Виталий ездил в ее стандартах. Наряду со связкой работы в период обучения в спиратуре Виталий показал себя грамотным, нарудированным преподавателем, умеющим довести магистрику, бакалавру в своей научной трубке до высокого результата. Завершая область, считаю, что диституционная работа Виталия Печасова на тему следует показать и дистанции о службе трактов без проводок мобильных сетях с наградом соединений является заключенная научно-производительной работы, вытворяющейся в тем требованиям предъявляемым кандидатским диссертациям согласно блогерным присуждениям ученых степеней ГАО, ПО, РУДА. Учитывая полученные диссертации оригинальные результаты, и фактуальную присутствующую практическую ценность, а также принимая во внимание профессиональные и научные качества Виталия Печасова, считаю, что он заслуживает присуждение ученых степеней кандидат физико-насуматических наук по специальности 05-13-17 и литератические основы данности. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юлия Васильевна. Есть ли вопросы к Юлии Васильевне Гелемаге? Вопросов нет. Тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и авторихерат, предоставляется ученого секретарю совета Анастасии Вячеславовне Генедовы. Анастасия Вячеславовна. В деле имеется выписка с протоколом заседания как и в прикладной информатике теории вероятности удается содержащих положительное заключение о диссертации. В совете поступило 4 отзыва на авторихерат, все отзывы положительные. Если член диссертационного совета не возражает, я не буду дословно зачитывать эти отзывы. Зачитаю лишь краткие выдержки. Первый отзыв нам перетирает получено Грушо Александра Александровича, доктор физико-математических наук, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор кафедры математической статистики. В третьей главе отзыв положительный, но отвечает следующее замечание, что в третьей главе вводится параметр длительности пребывания пользовательской сессии в состоянии блокировки прямой убеденности. Однако далее в тексту работы не приводится выражение для его расчета, которое в общем случае должно описывать зависимость параметра от родности расположения пользователей в соте. Следующий отзыв получен от Чиао Андрея Евгеньевича, доктора технических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонча Гуреевича до ведущего капитра сетей связи и передачи данных. Отзыв положительный, но имеется следующее замечание. В официальной главе 2 при анализе целевых функций, позволяющих распределять ресурсы более справедливым способом, используются три типа расположения пользователей. Равномерные, центрированные и пограничные. При этом, естественно, актуриферат не ясно, каким образом были построены данные модели расположения. В данном случае диссертату следовало бы использовать классические модели теории точечных процессов, которые позволили бы получить достоверные выводы. Третий отзыв поступил от Анатолия Павловича Пшеничникова, кандидата технических наук, профессора Датуси, профессора Татя Бресетисвета и системы коммутации. В описании первой главы для обозначения количества в возрасте имеется следующее замечание. В описании первой главы для обозначения количества временных слотов, в течение которых передаваемая информация является актуальным, введено обозначение, так и являющееся длинной очередем. Представлены системы массового сутра. Однако даже при описании состояния системы двух моделей выбор момента наблюдения для научивки обозначается как R. Также для описания множества уровней и качества канала используются обозначения, не совпадать, а в второй главе другое обозначение. Автор следовал бы придерживаться одних и тех же обозначений для схожих параметров в рамках своей работы в целом. Одна поза положительная, и данное замечание не снижает качество автореферата. Последний отзыв поступил от Зельмана Александра Израильевича доктора физико-математических наук, профессора Натурасового государственного университета, заведующий капитал предкладной математики. Александр Израильевич положит именов на автореферат, однако имеется следующее замечание. В главе 3 вводится упрощенное предположение, а именно предполагается, что пользователи неподвижны во время предоставления услуги и не могут инициировать сессии в состоянии конкурировки в прямой видимости. Из тех, что автореферата непонятны, для чего введены данные упрощения, так как представленный алгоритм расчет характеристик системы позволяет произвести вычисление без учета введенных ограничений проведения пользователей. Спасибо. Слово для ответа на замечания, содержащихся в отзывах на авторефератре, предоставляется соискателю. Пожалуйста. Спасибо. Есть ли вопросы к соискателю боевого ответа на замечания? Вопросы нет. Тогда переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту доктора технических наук, скрупану Сергея Николаевича. Сергей Николаевич, прошу вначале подключить камеру и показать документы. Так, видно ли? Да, все, спасибо. Большое спасибо. Камеру можете отключать. Прошу зачитать отзыв и замечать. Вопросы нет. Вопросы нет. Слово предоставляет. Вопросы нет. 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 Механодное союзное государство заключило в разработке стандартов для реализации технологии и сфотографирования в 2005 году. Разработка стандартов опирается на решение направлено на повышение системы используемой ресурсо-передачной информации. Это, в первую очередь, повышение секретарной системы, их уже используемо в спектре чистоте. А также применение механизма может помогать в передаче данных, возглавляющей значительной степени технологии на сеть за счет повторных стульев системных ресурсов, в том числе, когда в сети присутствуют место для пользователей и интересованных в одном и том же контенте. Механодное техническое принятие стандарта еще не означает, что сформулированные правила применения подобные решения нуждаются в настройке, в которых заключается выбор изначения параметров, регулирующих приемы окружающих потоков, применительно к особенностям рассматривания системы связи. Обоснованный выбор численных значений параметров, в зависимости от работы с алгоритмом оценки, что, в общем, не составляет с дизайной работы, это сейчас представляет Виталия Александровича. Это и говорит о буртуальности дизайной работы и ее обучающих ответов в питание на 5-11-18, политической информации. Теперь она изне выполнена ответа. Она заключается в первую очередь в результате новых особенностей управления дискурсом и более точной реконструкции процесса поступления окружения инфляционных потоков. Так, построенная в работе модель обслуживания пользователей проводности и смыгательных двигателей при формировании группы на данной мегасправе предусматривает несколько трагиней, при длинности которых длины реанализов различных вариантов от положения пользователей в пространстве. Для разработанной анонсистической модели базовой станции, как и нового радио, в виде дискуссия, но отличие от известных работ стали использованы в модели обслуживания базовой типа, что позволяет учесть две осознанности в сети нового радио. Это длины реанализации между приемом передающими устройствами, а также переключения пользователей на соседние станции для отсутствия ресурсов на бортной базовой станции. Несомненно, результаты полученных дискуссий на работе имеют статистическую значимость. Статистическая значимость работы заключается в данные математического обороны. Для аналога для реального оборудования характеристики, такие как средневные задержки, за счет данных, вероятность в литературе, в данных, в простую высоту. Практическая значимость, соответственно, с разработанной алгоритмой, они могут применять оперативные беспроводные средства, что позволит им проводить разнообразные мероприятия, направленные на оценку качества использования в области и повышение используемых штуктантов. Ну и в заключении я хотел бы несколько замечаний по работе, которые нам удалось найти в самом деле. У нас есть пять замечаний. 2. Главе 3 вводится в упрощение моделей, а именно предполагается, что пользователи не поднимуты во время использования и, соответственно, не могут предупреждать их, и не могут так быть в основном считать. 3. Главе 3 вводится в упрощение. 3. Главе 3 вводится в упрощение. 4. Главе 3 вводится в упрощение. 4. Главе 3 вводится в упрощение. 5. Главе 3 вводится в упрощение. 5. Главе 3 вводится в упрощение. 5. Главе 3 вводится в упрощение. Я согласен, прокомментирую замечания в одном романде. Модеральное прибытие в моей диссертации имеет действительно меньшую практическую ценность, но предназначена для диссертации не виспотя моего математического аппарата. Именно двух факторов объединяются в моделировании событий прибытия и контроле полученных результатов. Спасибо. Удовлетворен ли оппонент по ответам из искателя? Вполне удовлетворен. Большое спасибо. Такое слово предоставляется второму оппоненту, доктору физико-математических наук Орлову Юрию Николаевичу. Юрий Николаевич, поскольку вы с корпоративной почты, то вам документ показывает не надо. Пожалуйста, слушайте. Здравствуйте. 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 диссертации можно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 согласен что моделирование движения с помощью уравнение фокера панка также тогда словно оставляется предъявлением александр николаевич александр николаевич пожалуйста включите камеру и покажите да спасибо да можете отвечать камеру слушаю вас добрый день уважаемые члены дистанционного совета с вашего позволения осуществляю основные положения отзыва растущие объемы трафика мобильных приложений использующих передачи потопов видео делает актуальной задачи оптимизации распределения ресурсов передачи данных до мобильного устройства одним из способов повысить эффективность передачи данных является применение технологии мультивещания которая позволяет передать некоторые продукты пользователей заинтересованы в одном преддете данные с использованием минимального количества ресурсов с появлением перспективности девятого поколения в том числе системы новой радио перед разработчиками телекомутрикационных систем возникает множество новых проблем среди них можно выделить значительно большие потери при распространении сигнала по сравнению с микроволновой связью блокировки узко направленного луча антенны небольшими динамическими объектами необходимость эффективных интеллектуальных механизмов управления лучом и так далее в реальных условиях эксплуатации подобных систем основной сложностью для обеспечения непрерывно обслуживания абонентов являются подвижные препятствия такие как люги и транспортные средства издельное влияние которых на устойчивость средний требует учить таким образом считаю что тема дистанционного исследования безчастного Виталия Александровича является актуальной и соответствует специальности ном 5.13.17 теоретически основы информации не буду останавливаться на содержание работы хочу сказать что степень обоснованности положений результатов выводов и рекомендаций сформулированных диссертацией подтверждается математически корректными выводами согласованностью результатов полученных для разных моделей диссертации с известными результатами а также экспериментами с применением и рекомендационного моделирования и численного анализа представленные в секционер работе и результаты широко и полно аппаратированы на всероссийских международных конференциях значимость теоретических результатов работы заключается в создании математического аппарата для исследования показателей эффективности схем доступа подвижных пользователей присутствует беспроводность и багажность на режиме научная новизна работы среди которых хочу выделить следующее положение первое предложено на модель расположение пользователей беспроводной сети с многоадресной передачей данных для поиска оптимальной конфигурации у Kult 2 в отличие от известного ранее данная модель, учитывать максимальную сигнализацию сумм你有 AD, минимизацию разности между скоростиちゃん в передаче и максимизацию минимальной скорости передачи скрупциональности ее сети. Второе постройная аналитическая модель базовой станцииügen неурадио в виде ресурсной системы массового обслуживания например ��исотェkoso desdearn Tech которая в отличие от известных моделей приutchают блокировки прямой видимости и переключения пользователей на соседней станции с помощью обслуживания базового клуба. Основные результаты диссертации работы достаточно полно отражены в печатных изданиях. По материалу диссертации публиковано достаточное количество работ, в том числе в журналах, включенных в перечень ведущих лицензированных журналов, в которых должны быть публикованы результаты диссертации на изыскании ученых степени, а также в изданиях, входящих в базу данных скобусов. А в диссертации правильно и в достаточном мире отражаются в держании функционного исследования. В качестве этих замечаний я вот видите следующее. Первое. Диссертации представлены модели замкнутых сетей массового обслуживания и ресурсных систем. Однако не упомянуты и известны в этих областях работа ученых Ленинского, Виктора Руна, решают и конец Галерия Михайловича, и Максим Искланд и Прома. Второе. Во всех моделях из операционной работы авторы используют случайные увеличения, распределенные экспоненциально, а также полосновские потоки, никак не комментируя их выбор. Третье. На странице 8 говорится о том, что в разделе 3.2 проведен точный метод расчета вероятностно-верменных характеристик. Однако в этом разделе я обнаружил лишь метод последовательных передвижений, на странице с 5.4, которые, очевидно, не являются точным, так как выполнение теракции в данном методе производится до тех пор, пока не достигнута требуемо точность, о чем не пишет Сан-Парк. Отмеченные недостатки, однако, не снижают научную ценность полученных в диссертационной работе результатов и общую положительную оценку в диссертации. В заключении хочу сказать, что диссертационная работа без частного металла Александровича на тему «Исследование показателей эффективности обслуживания трафика беспроводных в мобильных сетях с многообразными сетями в дневнике» является законченной научно-квалификационной работой, отличающейся научной новизной и практически значимостью полученных результатов. Диссертация выполнена на высоком научном уровне, написана технически грамотно. Содержание диссертации в полной мере соответствует области исследованной специальности 05.13.17 в теоретической основной информатике, авторитера в правильной и достаточной мере отражает содержание диссертационной работы. Считаю, что диссертация без частного металла Александровича на тему «Исследование показателей эффективности обслуживания трафика в беспроводных в мобильных сетях с многообразными соединениями», отвечает всем требованиям, подъявляя кандидатским диссертациям, автор диссертационной работы в бесчастном Виталий Александрович заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 в теоретической основной информатике. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Есть ли вопросы к Александру Николаевичу? Нет вопросов. Тогда слово для ответа официального оппонента предоставляется искателю. Здравствуйте, Александр Николаевич. Так, если эта кожа набирала. И для металленности это получилось уже достаточно. Так, отмечу, что статьи Олега Михайловича «Исследование, которые на мои силы не знают ровно, следовало быть и упрямо на оплате». Спасибо за замечание. Удовлетворен ли оппонент ответы МСС-ракета? Да, будут входы предполя. Большое спасибо. Теперь переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслушанной диссертации? Мик Сергеевич, позволь выступить? Да, пожалуйста. Мик Сергеевич, я скажу два слова, собственно, про работу. Они полетали одновременно. Эль Стих был руководителем, то, что он сделал, моим руководством, как бы Средянова является предварительным этапом Средянова его первую главу. И после этого тематика изменилась, он присоединился к исследованиям группы профессора Гридамака Юрия Васильевна, где продолжился исследование и успешно-успешно все завершил. Ну вот я отмечу, как бы его диссертация разделилась на две части. Но у нас сейчас происходит примерно то же самое в этих новых технологиях. Ну, например, на предыдущем этапе, можно так вот называть, ну, предыдущий этап, это назад 5-10 лет, перерединился измерения, телекоммуникации были секунды. Теперь стали наносекунды. То есть это реально. То есть появляются сети с ультрамаломных забежек. Значит, кроме этого, если, ну, когда, например, я учился в аспирантуре, там работал, ну, то есть один Николай Степан, мы практически изучаем системы, которые работали и не изучали какие-то особенности, которые тронировали и улучшали их работу. Сейчас, просто делаем аспиранты, да, они не следуют системы, которые технически до конца не проработают. Это как раз и система, которая изучает детали. И инженеры дадут ответ на этот вопрос на ближайшее время. Будут они работать в форме мотерии или не будут работать? Ну, для того, чтобы, кроме этого, приходится использовать комплекс методов. Если, ну, так, когда, ну, вообще, Дмитрий Павлович, мы делали в основном труда, то ли масло обслуживание, то ли район, да, то теперь нужно знать комплекс этого метода. И все ничего не здесь вспоминают. Ну, это прошло ваше внимание. Спасибо Юрий Николаевич Шарову за выступление. Вот, вот, пригласный математик, который для меня является образцом, потому что он в смежную область, вообще его не знакомый совершенно, он знает, не обсуждает приложение зло области к области телекоммуникаций. Вот, и Дмитрий, конечно, приведет к такого высокого квалификации, я считаю. Во-первых, смены практически моделей, исследований совершенно новой области, получение в итоге положительных результатов, потому что, в новое время, там результаты были сложные, интерпретируемые, он, несомненно, очень хороший программист, разбирает очень хорошо, я раздаючие кафедры, он уже, он уже обладает в штат и работает на кафедре у нас, да, и я, конечно, жду от Италия в дальнейшую стойку. И, ну, мы, конечно, будем поддерживать эту работу. Большое спасибо. Спасибо большое. Есть ли еще желающие, не отчасти в дискуссии, скажите, Катерина Евгеньевич, я прошу вас, включите видео, пожалуйста, нам при отчетности, нужно, чтобы вы обидели в этом посуду. Есть ли еще желающие, не отчасти в дискуссии, не отчасти? Катерина Евгеньевич, можно ли выступить? Да, конечно, конечно. Переанатрируем, пожалуйста. Спасибо. 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 Большое спасибо. 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 . Спасибо. 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 Третье. Треть schaffen. Мир В кола. Спасибо. Принимается единогласно. Предыдить обнов minder уводил stare lyise. Я думаю, на этот раз 4 минуты нам вполне достаточно будет. Вам всем пришла ссылка для тайного голосования. Пожалуйста, перейдите по ней и проголосуйте. Продолжение следует. Какой голосовал, так и отправил. Сейчас отправлю еще раз. 11 человек проголосовали. Ну, я понимаю, да. Ну, вот, странно. Иламиев, ЕБ. ЕБ. Сейчас еще посмотрю, куда отправил. Поскольку произошли накладки с посланием его получения им этого сообщения, может быть, мы ограничимся третьим числом? Да, я думаю... Давайте мы ограничимся этим... А, хорошо, да. Две минуты. Сейчас будет 100%. У нас как раз голосование на 20-ти мы решили делать. Когда ждем людей... Нет, это будет 100%. Нет, это будет 100%. Нет, это будет 100%. Если мы на такой же время будем переваривать. Хорошо. Хорошо. Выделяем его. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...